Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Сидмерс Цивилизейшн 5, в которой я выступаю предводителем Марокко. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на её появляется в верхнем правом углу. Всем остальным приятного просмотра! Блин, с одной стороны, конечно, вообще не хочется воевать с австрийцами, честно говоря. Потому что сложно тут. Тут такая местность. Ну, я надеюсь, я до стелсов дойду и попробую всё-таки его забрать стелсами и икскомами. Собственно, я поэтому и строю парашютистов и самолёты. Но тут очень большая проблема, что нельзя использовать ни атомные бомбы, ни ядерные ракеты. Поэтому он может мои икскомы просто щёлкать самолётами, как орешки. Библос, союзник... Австрии надолго. Австрии надолго. Продолжение следует... Быстрее рождаются великие люди у него. Кофейни. Кофе, на каком ходу кончается у тебя с Лешей оборонка? Сейчас посмотрим. Блин, вы там все еще в оборонке? Нет, у нас вроде уже и нету оборонки. Ну, да, нет уже. Блин, не пойму, это австриец боится... Нет, еще не хочет, чтобы Эфиопа ему помог, если что. Кто-то у меня тихий прет. Надоели вы. Не пойму, вот австриец боится все-таки, что я на него нападу, поэтому... Или он хочет, чтобы Эфиопа ему помог? Блин, ну вот это открыто, а компьютер он еще не открыл. То есть он в стелс и не идет. Ну или... Или просто отстает на одну теху, я не знаю. Блин, такая ситуация, конечно. Ну, Эфиоп мне еще давно отказывал. В защитном пакте, так что я... Нет, нет смысла не предлагать ничего. Ну, армию надо строить, армию. Все-таки, то, что я выйду первым в стелс, это надо использовать, хотя бы попробовать. Что-то захватить. Блин, интересно, у меня... Не, мобайл Сэн. Интересно, что у меня всезащитные чудеса построены, но у Вены защиты всего лишь на 5 меньше, чем у Маракеша. Видимо, он там вообще всезащитные здания построил. Только не перекупай, а встать, ладно? А почему он Сиднея купил? А что так? Сиднея, это типа австрийца не надо, да? Мне кажется, деньги ему важнее. Но, по крайней мере, не перекупай в этот вход. А что там алюминий тебе нужно, да? Ну, шелку единственное. А-а-а. Да. Что-то мне подсказывает, что скорее алюминий больше нужен рему, чем шелк. Ну, хотя, если шелк единственный, то... Ну, с другой стороны, а что сейчас уже к городам тут расти? По-хорошему, финальная стадия. Я думал, он ради алюминия все-таки. Вообще один рационализм. Вот зря австрийц столько свободы принял, и всего один рационализм. Надо было хотя бы еще два рационализма. Еще, наверное, обрадуется. Уран только у него есть. Что, с янерками, да? Нет, без. Но уран только у тебя. Ну, ты знаешь, вообще АЭС очень мощная штука. Это плюс пять молотков и плюс пятнадцать процентов к производству. Да, хорошая штука. Не спорим. Слушайте, вот это, кстати, очень-очень неплохо. Я считаю, что это ошибка австрийца, что он на рационализм так подзабил. И я думаю, что он не взял плюс двадцать пять процентов к появлению великих ученых, а взял просто плюс две науки от специалистов. И это он очень-очень зря сделал. И хуэмай сразу в атомную эру. Смотреть, где у него уран. Ну, я уже на подходе был этот инженер пришел. Ой, инженер этот, ты че? Ну, я построю одного археолога. Культура никогда не помешает. Я попробую дополнительно, чтобы побыстрее попринимать. Я, кстати, очень сейчас обрадован. То есть, вполне может быть, что ученых у австрийца будет не больше, чем у меня. Австрийца уже минус по деньгам. А, он эти сделал... Чтоб торговые пути в города-государства давали еще и влияние. Это круто, да. Пойду его торговые пути тогда пограблю. Война-то тут будет по-любому. Ну, вот я не уверен, что на этом этапе вот эти плюс 4 каждый ход к городам-государствам важнее, чем рационализм. Ну, вот. Ну, мы с тобой в мире будем жить. О, война-война-война-война-война. Да, как же, как же. Началось. А что, кто, чем? Да, грабит мне. Все тут. О, там, война-война-война-война. Война-война-война-вына-вына-война. Жесть. Ну там уже, по-моему, он ничего не поможет. Уже вылетает. Я не очень понимаю, как ты видел, где высаживаться. Почему ты высадился ровно на мой этот? Никого именно. Ну, на караван. А, бутылы, шпионы везде. Так, шпионы на одну, радиус одна клетка. Плюс холм. Территория. А, блин, точно холм. Из-за холмов дальше видно. Блин, австрийец гад такой сообразил. Он в данном случае даже не просто, типа, он не пытается меня захватить. Он просто тупо ведет меня все караваны грабит. Территорию грабит. Я даже не думаю, что он тут меня как-то может захватить на самом деле. Но то, что он мне подгадит экономику, почему я не догадался это первым сделать? У него высаживаться и грабить. То есть, ну да, я, я, конечно, убиваю ему парашютистов, но смотрите, он сколько мне уже. Блин. Что-то, как-то я не готов. Черт, не успеваю еще походить. Блин, потому что я собирался сам нападать и, естественно, что-то я как-то не сообразил, что человек-то сам может на меня напасть и... И вот именно грабежом заниматься, а не захватом городов. Сила у меня... Ну, у меня у городов очень большая сила, чтобы даже бомберами снимать. То есть, тут реально стелсы нужны. Собственно, как и мне у австрийцев. Поэтому я сидел до стелсов. А австрийц очень-очень правильно, блин, делает. Вот я дебил. Я то же самое ведь, на самом деле, тем же самым мог заняться. Почему я не сообразил? Более того, блин, может мне надо было не бомбера, а истребителей строить? Вот прикиньте, я бы высаживался под защитой истребителей. Кстати, очень классно, что австрийц это не сделал. Так бы я его парашютисту вообще, наверное, убить не мог. Блин. Не, ну прикиньте, сидело бы у него в Вене шесть истребителей, а не бомберов. И вот как бы я вот этих парашютистов, которые рядом с Марракешем, убивал бы? Никак, у меня бы бомберы коцались. Блин, что-то я как-то расстрелился с вами и нифига не успеваю, блин. Чё-то я фигню творю, у меня сейчас не будет денег для апгрейда. Да потому что у меня тут либо играть нормально, либо говорить хорошо. Да ёлки, ну как я так распалываю? Как я не догадался вообще о таком нападении? Стоял с лечилкой, ну. Чё, дороги нету больше? Чё, таз. дай бог чтоб сейчас эфиопу не пришло в голову мне еще с другой стороны ударить это к сабланку я точно потеряю ну я даже не буду защищать у главное это встретиться отбиться на самом деле удивлен просто что сейчас рим не подговаривает эфиопа на меня напасть как бы слава богу все другой стороны эфиоп то отставшие по науке может он там пытается экономику свою установить так ну надо потерпеть 5 ходов потерпеть и и и и и он на мне денег заработал так тут вроде дорога вся есть вот сюда нету дороги археолог да стрияк мне все пограбил блин молодец австрияк да нам вообще все пограбил ну вокруг столицы практически все тут какое-то место которое почему-то он видит блин а а и 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 захватываешь, ты еще помощь хочешь. Нет, ты что, я улетаю? Захватывал? В смысле, ты отстаешь от меня на две тихие? Ты не улетаешь, ты как раз тоже улетаешь. Смотрите, что происходит. А свободу, кто предложил? А свободу кто предложил? Алюми, я слышно? Да, я не обложил. Понятно, кто мог. Открывал, ладно. Продолжение следует... Ну как так, ну? Продолжение следует... Библиотека, 170. Ладно. Еще не все потеряно. 270. Ну норм. Норм. Следующим... А сколько локсов? Что у меня локсов? Два хода теперь? Блин. Что за хрень? Он и так поградовал, что теперь два хода? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если мы в Марракеш отправим на производство... Ага, в Марракеш у нас уже что-то бегает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Ну? Нормальный я человек вообще? Потому что забываю, что тут дороги нету Ну вот уже австрийец первый по армии Ну в общем он тут, не знаю, он тут меня берет потихоньку Если есть желающие помочь, то я буду рад Ну он просто понимаешь, что он мне юниты убивает Ну давай, сейчас убьет все юниты и возьмется за города Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS Кстати, если вы знаете более оптимальный маршрут, нежели предлагает 2GIS То специально для вас в приложении есть кнопка «Знаю маршрут лучше» Рассказывайте, и разработчики все проверят А если вы еще не пользуетесь этим приложением, то заходите на 2GIS.ru и скачивайте совершенно бесплатно под вашу платформу Ну или пользуйтесь онлайн 2GIS, если быть точным Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, кстати, зря истребители не построил Он бы тогда высаживался, и у меня были бы очень большие проблемы Капером плывет Так, дам я тут ученый Следующим ходом Это очень хорошо Да ладно, решил еще этого пообстреливать Ты вообще какой-то прям Ну давай убей его еще Молодец Ты доволен собой? Я вообще нехороший Недоволен Месть О боже, ты опять стал высаживаться Ну как ты надоело Там мог, собственно, куда что? О, остался бы вспомнить Наглухо вообще Австриец отмороженный Высаживается И мне все Караваны грабит А, по-другому стоят А, по-другому стоят А, по-другому стоят А, по-другому стоят Блин, хотел этих денег попросить Смотрю, нет Блин, ну я же тебе сказал, сколько мне нужно У меня же минуса А, ну давай еще Боже, а что у тебя такой минус, Эфиоп? Ой, да тут много всего Боже, я думаю Всё опять разгранили. Ну ё-моё, ну мне вообще уже нефть не нужна на самом деле. Слушай, ну задолбал ты уже. Иди высаживайся, захватывай города, чё ты юниты всё убиваешь. Иди высаживайся. Иди высаживайся. Иди высаживайся. Иди высаживайся. Иди высаживайся. Иди высаживайся. Продолжение следует... 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 Ну и я как бы... Продолжение следует... 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 Блин, у меня такой глюк был, я сейчас высадился икскомом у австрийца, но при этом он остался на моей территории как бы... То есть вот теперь, Леша, это честно, да? Ты загрейзил там... Ну, естественно. Теперь я знаю, что ты собирался сделать. Или ты считаешь, я должен этого вообще не попринимать во внимание? Не, ну послушай, дело не в том, что... Типа, ты мне разграбил алюминий, а в том, что ты это сделал в конце хода. Я походил уже всеми юнитами, в этом и идея высадки в начале таймера, понимаешь? Я в течение этого хода, например, высадился икскомом, и ты мне их все поубивал у себя. Я же не ждал конца таймера, чтобы... Ну, только я специально не ждал, я этого вообще... Как бы юнита нашел просто... А при чем тут это? Дело не в том, когда ты его нашел, а в том, что я могу ответить на твою эту высадку. Я бы по-другому тогда ходил всеми юнитами, если бы ты высадился в начале и убил от этого танка в начале хода. Вот как ты сейчас делаешь? В этом и есть идея, чтобы не было вот этих проблем. Ты говоришь, что я против, я тебе просто говорю, что я юнит нашел под конец. Не, ну вот сейчас... Ну ты же сейчас возмущен, что я не так играю, как тебе хочется. Что я тебе не даю разграбить мне алюминий. Ну давай, это твоя правда. Ой, ну я тебя за твою академию не успел разграбить с твоими разговорами. Ну это не нашу тему, понимаю. И беседу ты сдаешь. Вот это пояснение я записываю уже в тот момент, когда я монтирую видео. Просто чтобы вы понимали, что произошло. Я сейчас вырезал целый ход один. Просто мы его сейчас переигрывали, получается. Потому что в конце хода, опять же, австриец, там где-то за 5 или за 4 секунды до конца высадился парашютистом у меня прямо на алюминии, вот выше танжера. И я потребовал сейв, потому что это нарушение правил, во-первых. Во-вторых, получается, что он меня разграбит алюминий, так мне необходимый, и мои стелсы начнут меньше урона давать. Поэтому вот он сейчас возмущается, что когда мы загрузили сейв, я начал по-другому ходить юнитами. Это мое право, собственно, как любого другого игрока, если загружен сейв, то по-другому ходить. Просто потому что я не обязан полностью повторять свои действия. Я знаю, что он собирается высадиться на алюминий, соответственно, я проапгрейдил танк. На его месте, как мне кажется, ему такой ход не заканчиваете. Ему стоило просто убить какой-нибудь мой юнит и быстро высадить там парашютист. Даже в первой половине таймера, потому что парашютист все равно после... Собственно, походить, на самом деле, с этими разговорами. Блин, ну... Приходится, когда там что-то доказывать человеку, в бергу что-то сделать, не успевая уходить. Так вот, парашютист просто при высадке уже может сразу разграбить эту клетку. То есть вот он из-за того, что он забыл об этом юните, об этом важном стратегическом месте в плане алюминия, вот пришлось, во-первых, грузить сейв, во-вторых, он так и не смог его разграбить. На самом деле, ему просто надо было в тот ход, который мы загрузили, действительно убить там мои юниты на алюминии и высадиться там. Что-то мне счастье надо парашютистам. Продолжение следует... Почему минус один у меня? Ну, вообще, минус 4%. Фиг с ним. Видимо, какой-то... Рим, что ли, специально мамбасу перекупил? Чтобы мне алюминия лишить. Рим, что ли, специально мамбасу перекупил? Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, что-то у меня... Что-то мне непонятно вообще на самом деле, как без ядерных ракет захватывать. К тому прикол. Поэтому я не очень люблю играть без ядерных ракет. Ну вот серьезно, вот предположим, я перебью все юниты у австрийца. Но у него 22 самолета, даже предположим, пускай они не стелсы, но... Как вот я высаживаюсь... Сколько у меня до икскомов, чтобы он... Чтобы захватить город? Много. Много. Артист 10. Ну ладно, пускай сидят. Не, ребят, ну это реально проблема. Потому что я не знаю, как город зовут. Вы сами подумайте. Он убивает мои икскомы только в путь. Даже прокаченные икскомы. Да? Тут вот на нормальной карте было бы выходом построить какие-нибудь там танки, да? Которые вот сразу... Ну тут такая местность, что я не могу танкам за один ход захватить никакой город австрийца. Вообще никак. То есть я буду подводить танки так, чтобы он их видел, и получается он будет их убивать. Икскомы я высаживаюсь, он их убивает. Не знаю, честно говоря. Ну, пишите их всегда в комментариях. Возможно, я упускаю какую-то возможность. Непонятно. Тем более он это все еще разграбил. Еще проблемы с экономикой. Че, Ара специально мамбасу перекупил, да? Нет, я отчуда нашелся, наверное. Я на самом деле не заметил, что у мамбаса алюминий был. Видите, из-за этого я в минус еще ушел. По силе стелс-бомберов. По силе стелс-бомберов. Так, парашютистов у меня больше нету. Все проапгрейджены. Каппинг я, пожалуй, продам. Не помешает прокачка. У горы все-таки плюс 10% если на холме. А тут есть холмы. Каппинг. 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 ну хватит уже высаживаться прибежки и купаешь ну видимо квесты выполняешь ауе изображаешь непонимание такой да я даже не знаю что я сейчас сделал так знаете что мы сейчас попробуем отвлечь 10 самолетов убился и Продолжение следует... Продолжение следует... Куда алюминий делся? Здесь на подводке не требуется алюминий? Нет. Странно. Продолжение следует... Так, сделаем хитрый ход. Так, типа мы тут планируем поставить крепость. На самом деле мы планируем вот этот город захватывать. Или он не видит. Так, блин, это я очень тупо сделал. Раз бомбер, два бомбер, три бомбер. Четыре, пять вот уже из Вены пошло. Отлично. Продолжение следует... Да блин! Я не могу атаковать, представляете? Ну это блин, ну что я за дебил? Ой, Марина... Продолжение следует... Ну и что? Ну у меня 4 экскума осталось... Ну 5, 6, 7, ну 7 экскумов будет, ладно... Продолжение следует... Линз обстрелял... Чё, как там лайн идет? Да я не знаю, как линзам брать, честно говоря... Ну блин, я высаживаюсь с комами, он мне их убивает... У него 12... Ой, 22 самолета... Как? Там нету 22... В смысле, 10 в Вене, 6 в Зальцбург, 6 в Линз... Сколько это самолетов? В Линзе ни одно... Ну перекинул ты их... Ну у тебя 22 самолета... Ты что... Ну их не может быть 22... У меня нету сколько в нефти... У тебя в Вене 10? У тебя в Вене 10? Я, может, нельзя, может... Включи Цилла, показывать мне цифры странные... Я вижу Вена 10... Зальцбург 6... И прошлым ходом на Линзе было 6... Ну так я 4 в Вену перекинул... Ладно, разговаривайся... Их всего 18, их не может быть 22... Ну так вот... Тел AG кнікурузу cгputи... Ну в тебе не нужно былое 19... eх... Ну policymakers... Уфуууу Setлень... Пу��릿! Уфуууу... Это... 6 transitions... ão см시는 нас в ще蓋... ПуыууУууууу... Уфуу, ты хорош... Махом! что блин да не ну это суши австрийс давай замеримся ну вот смысл ну да кто тогда улетишь так и так а если мы будем с тобой воевать эти вдвоем улетят такой странный то есть ты просто хочешь наиграть чтобы быстрее меня улетел ну а что ты придавайте какой-то вот выход из этой ситуации ну еще он меня не хочет поддерживать я так понимаю сам думает улететь под шумок не ну я блин я не вижу вот как мне реально брать твои города вот как раньше была ядерка сбросил ядерку то нету армии захватил города тут я высажусь сколько границы но и быстрее кто улетит уже ранее утром играть уж что дальше не хочется ну ты прокалываешься что-то ну да вот вообще смешно не ну сушен тут патовая ситуация мы просто реально ну блин ты бары что сделал он награжден а я бы я бы подтянул больше хроник союзник такой черный на он ни разу даже не спросил его по чего там нет он мой мавстрии сразу три спрашиваю я слышал спросил один раз и обсказал не ну просто я царю вот темографию как бы я строю одни самолеты и прочее а вы с и фиопом очень радостно приближаетесь к победе не можем радость утром играть обед не имеет подставание к науки как мы победим чем просмотрел мирно да ты все просмотрел они учили я не знаю почему то не помог а ты почему не помог австриицу отличная да отмазка я отошел и 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 с этой войной в минус ушел полный по насчастью и под деньгам но блин то ли не требуется на самолеты не хочется распускать прямо скажем но в эту войну я вложил все что было ну так я тоже на самом деле все у меня у меня было две с и тысячи у меня был сок ты караванов разграбил это вообще я тебе реально ничего по-моему не сделал ты мне пограбил территорию разграбил кучу караванов просто у тебя было меньше возможности и ты говоришь что я сейчас улечу сейчас вот я не говорю что прямо сейчас улетишь пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры а на этом пока все продолжение завтра или через день я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк вам это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что доставили до конца удачи и играйте в умные игры